Театр Кукол Первый интересный факт. Красная шапочка старше меня. Театр Кукол Спектакли не идут, но мы в театр проникли. Театр открыт. Расскажите, что сейчас здесь происходит, чем живет сейчас театр? Несмотря ни на что, ни на какие преграды, театр живет, причем активно живет. Сейчас полным ходом идет репетиционный процесс. Работа по вводу молодых артистов, прежде всего, в спектакли текущего репертуара. Ну и плюс мы получили предложение от театра фестиваля «Балтийский дом». Это новая форма для нас. Это онлайн показ наших спектаклей, причем очень известных спектаклей, таких как «Гамлет» и «Синяя-Синяя». «Без воды, без ежи, без родима». Потерпи. Потерпи, маленькая. Потерпи. Художники, декораторы тоже, наверное, не сидят сложа руки. Они работают? Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Идет работа, обновляются декорации, обновляются куклы. В следующем году, я так планирую, что заработает музей в театре, и куклы из старых списанных спектаклей обретут новую жизнь. Денис, если мы говорим про художника-декоратора, то мы, в принципе, понимаем, чем он занимается. Художник-конструктор кукол. Вообще, какая-то новая для меня профессия. Расскажите, чем вы занимаетесь? Ну, художник-конструктор заставляет кукол жить, заставляет их моргать, дышать, улыбаться, махать ручкой. Оживляет. Оживляет, да. Учит ли такой необычной профессии где-то? У нас на территории Республики Беларусь нет похожих заедений. Где учились вы? Я учился в колледже искусств Могилевском, декоративно-прикладном, и получил достаточное знание в разных сферах деятельности, в качестве резьбы и керамики. Вы оживляете разные куклы и для спектаклей детских, и для взрослых, правильно? Да. Чем они отличаются? Чем отличаются конструкции, вот, сердцевина куклы для детского спектакля и для взрослого? Или ничем не отличаются? Я преимущественно работал лишь с одним режиссером, это Игорем Александровичем Казаковым, и у него преимущественно во взрослых спектаклях куклы в основном были статичными. Они являли собой больше символ, образ, нежели какие-то фокусы. А в детских спектаклях больше имелись какие-то фокусные вещи, то бишь кукла должна двигаться, кукла должна моргать, улыбаться и являть собой более живой объект. Здесь мы видим на столе много ваших эскизов, вашей работы, и один из эскизов – это будущий музей театра кукол. Расскажите, что это за проект такой интересный, красивый? Ко мне обратились с реализацией старых спектаклей, списанных кукол, и чтобы все ознакомились, потому что спектакли были очень давно, а было бы неплохо, чтобы и теперешние дети были знакомы с имеющимися куклами. И была предложена идея музея. Музея наряду с афишами, где куклы работают, участвуют в виденной композиции. А как давно перешли от управления веревками, как марионетками, вот к таким механизмам? Сейчас актуальны и марионетки, и такие ягопитные механизмы. Все зависит от поставленной задачи самого спектакля. То, как режиссер и художник-постановщик видят решение. Когда в процессе спектакля кукла ломается, вы испытываете к ней какую-то жалость, чувства какие-то испытываете? Ну, жалость – нет. Скорее, желание помочь, нежели жалость. Вы кукольный врач? Да. Да. Травматолог, если быть точным. Наталья, вы художник-бутафор, правильно? Да. Расскажите, в чем ваши обязанности заключаются? Наши обязанности заключаются во всем, если честно. Это куклы, декорации, бутафория, реквизит. Мы делаем это все. С чего начинается создание куклы? Создание куклы начинается с чертежа и с эскиза. Получается, что художник-постановщик спектакля приносит нам эскизы и чертежи. И по этим чертежам мы выполняем работу. Работа начинается сначала, конструктор выполняет свою работу и скульптор. Потом нам бутафором передают готовый скелет куклы. И мы уже доводим его до эстетического вида, так, чтобы кукла приобрела нужную форму, образ. Мы ее одеваем, расписываем. А как передать характер куклы? Ой, это самое сложное. Это работа, наверное, всего коллектива. Начиная от скульптора, конструктора. Потому что скульптор все-таки основные черты должен словить. Конструктор – самое движение, которое она должна выполнять. И мы, как бутафоры, когда ее занимаемся отделкой, не должны спортить и сломать вот именно те движения, образ, характер, которые она должна выполнять. Из чего делаются куклы? Что это за материал? Это бывает и папья-маше, и поролон, и пенопласт. В общем, различные материалы используются. Также используется и проволока, кожа. Даже веревки обыкновенные, которые скрыты в самой кукле, их никто не видит, тоже используются. Одежда кукол соответствует модным трендам? Ну, наверное, нет. Всегда красная шапочка, она будет красной шапочкой. Хотя какие-то нюансы современности привносятся. На актерах используются тоже моменты современности, потому что, ну, дань моде нужно тоже отдавать. Вы ходите на спектакли? Да, всегда. Чтобы посмотреть, проанализировать, иногда даже заметить какие-то недочеты, которые могут быть видны для нас. Не для зрителя, а для нас, чтобы потом где-то поправить, исправить. Есть ли какая-то кукла или какой-то персонаж ваш любимый? Как таковых любимых, ну, именно конкретно любимого, может быть, нету? Когда пришел сюда, отдаешь себя целиком. И каждая кукла любимая становится, которую выполняешь, потому что ее делаешь с душой. Когда уже отдаешь, отпускаешь, немножко как-то так вот проще становится воспринимать ее на сцене. Ты отдаешь, и это уже не твое. Когда она у тебя в руках, это твой человечек, твой мир или твой звереныш, зверь, которого ты делаешь. Давайте возьмем мой градусник и измерим, да. Ага, что у нас? Что у нас? О, друзья мои, все, вы видите больного, мне все ясно, мне все понятно. Так, так, так. Вы знаете, дело плохо. Вы в детстве ходили ли в театр кукол? Были? Ну, ходили иногда, но не скажу, что это было часто. А вы, Максим? Ни разу. Вот просто ни разу. Пока не устроился в это место, я не знал, что это театр кукол. Так вот как-то вышло. Как попали сюда? Совершенно каким-то вот случайным образом сложилась судьба моя. Так что как-то вот люди, знакомые там какие-то, да, вот и так вот через них там встретил одного человека. Он говорит, вот ты закончил там училище культуры, может быть, попробуй там туда, сюда. Там ты там поешь, там еще что-то. Ну и так я пришел, попробовался, ну и остался. И понеслась, да? Наталья, вы как попали в театр кукол? Ну, изначально я работала в другом месте, но потом захотела, пришла, попросилась, и меня взяли. Это так просто? Ну, не просто было, но так получилось. Чем актер драматически отличается от актера театра кукол? Основные вещи, они одни и те же, как для артиста драмы, так и для артиста театра кукол. Просто специфика немножечко. Тут больше работы с предметом, выражения через предмет. Насколько сейчас театр актуален, театр кукол? Я думаю, что он всегда актуален во все времена. Ну и сейчас особенно, когда такой период у нас непростой. Это такая некая отдушина для человека посмотреть что-то прекрасное. Это всегда актуально. Скучаете сейчас без зрителей? Есть, конечно. Конечно. А может нырнуть? Ныряй! Нет, нет, ежик, ты же замерзнешь. Ныряй! Но это же мой друг! Нет, ни один друг не стоит того, чтобы нырять ради него в прорубь! Ой, нет, не стоит! Стой! Эго не стоит! Есть ли в театре кукол дедовщины? Нет. Все мастера, они абсолютно нам помогают, если попросить помощи, даже в свободное время, они всегда помогут, поработают с нами, подскажут, чего-то научат. Нету такого. Максим? Конечно, нет. Поговорим потом с нами. Конечно, нет. Молодец. В театре кукол ставятся спектакли разные, и для детей, и для взрослых. А, скажем так, на кого легче играть? Для кого? Такого даже вопроса нет. Легче, тяжелее. Просто это всегда полная самоотдача, будь то ребенок или взрослый. То есть тут нет таких. Ну, конечно, ответственности больше перед детьми. Все-таки у них закладывается это все, устраивается, у них все построено на воображении. То есть тут мы, как взрослые артисты, мы должны как-то пробудить в себе этого ребенка и своим миром каким-то направить куда-то что-то, может быть, помочь, или чем-то какие-то вопросы важные поднять, которые и для них будут актуальны, то есть, которые мы уже прошли, может быть, вот, ну и для взрослых, конечно, тоже это важно. Потому как, если кого-то зацепило, допустим, на спектакле, хотя бы пару человек, это уже, это уже большой успех. Николай Арсеньевич, вы, пожалуй, самый известный артист театра кукол. Расскажите, вас на улице узнают? Это нескромно. Иногда да. И как подходит, просит автограф сфотографироваться. Нет, у меня был такой интересный случай, мне было немножко неудобно, я ехал в автобусе, и ехала бабушка и внучок. И я поднялся, уступил место, и сел внучок, а бабушка говорит, вот, уступи место, там рядом женщина стоит. Вот, а он такой сел, насупился такой, сидит злой что-то. Она говорит, вот, уступи место, я тебе говорю, он сидит. И тут она разворачивается на меня и смотрит. Вот стоит дядя, который всему Могилёву рассказывает сказки. И он потом про тебя расскажет. Мне было действительно очень неудобно. Мы вот видим, что у вас здесь очень много молодых артистов. Как они вам? Они очень хорошие ребята, у них хорошие перспективы. И я хочу, чтобы у них всё-всё в жизни получилось. Я театр иногда сравниваю с армией, потому что в театре должна быть железная творческая дисциплина. Вот, здесь нету сисюканье, стол. Здесь больной ты, не больной, ты должен выходить на сцену работать. Случилось у тебя что-то, не случилось. Зрители, которые приходят на спектакли, они не виноваты, и ты выходишь и работаешь. У меня было несколько таких ситуаций в жизни, когда мне приходилось выходить и работать. Хотя за спиной, например, я знал, что близкого человека уже нет. Насколько популярен сейчас театр кукол среди молодёжи, которая приходит в качестве артистов, и среди тех, кто в качестве зрителей приходит сюда? Ну, я вот смотрю по зрителю, я, например, считаю, что он так популярен, потому что у нас и приходят зрители на спектакли, и молодёжь приходит, и та молодёжь иногда приходит, которая может просто сидеть в телефоне, но потом в конце спектакля они встают и задумываются. Ну, для этого театр и созданы. Все испытания я пройду, мы пройдём! Цветок и лютик я найду, мы найдём! Ведь если боль настанет вдруг, всегда придёт на помощь друг! Дружба, дружба, как путь и звезда, Дружба, дружба, это нас всегда! Дружба, дружба, как путь и звезда, Это нас всегда, это нас всегда!